Решил я протоковать в рейде со всех своих аккаунтов, и заходя на этот аккаунт, я такой картины точно ожидать не мог, потому что прошло где-то месяца полтора, как я не заходил на этот аккаунт, и... Да, это автопрокачка, давненько не было темы автопрокачки на канале, поэтому... Всем здорова, друзья! Сегодня мы смотрим, что такое автопрокачка на аккаунте, где одна пушка. Да, я как раз таки хотел записать эту самую тему, но в тот раз я ждал 4 месяца, и автопрокачки нифига не было, и как это работает, скажите мне, непонятно, абсолютно. И... да, да, это автопрокачка, я должен снести свою базу, чтобы... идти дальше. И, кстати, микс какой-то у меня тут. По-моему, я донат варил, как раз таки, КВшку мы играли, или что-то типа такого. Даже Гоблин в КК сидел, офигеть! Блин, это удивительно. Это просто жесть. Короче говоря, закидываем всё в одно место. Это стратегия на все прохождения автопрокачки у меня, как вы знаете. Ну и тем более так интереснее, тем более войска обновляются, это круто. Ну и круто то, что я сношу свою базу с одной пушкой. Согласитесь, это не первый раз, и вообще никогда такое не увидишь, мне кажется, в обычных реалиях. Тем более на сегодняшний день таких аккаунтов нет. Так что, бам-бам-бам, сколько тут? Миллиард пек, обалдеть просто. Миллиард пек, миллиард ядов, миллиард трясов, чего только нет. Короче говоря, прожимаем это сюда-сюда. Ладно, трёшечка, трёшечка залетела. Честно, вообще пофиг, как я снес свою базу. Мне интересно, как сегодня проходит автопрокачка на моём дисбалансерском аккаунте. Офигеть, может, меня тут вкачали фултаха 13 с одной пушкой, а ты весьма силён для гоблина. Как ты, не гоблин? Ну, короче, не гоблин, я давай ты, быстро-быстро-быстро, давай-давай. Всё ускоряется, всё тут круто, всё тут классно. Мне предлагают прокачать ратушу, а вот фиг вам огромный, всё новое нужно выставить. И только потом, возможно, что-то получится. Из лаборатории не доносится ни звука, всё уже исследование. Да я знаю, что у меня там всё фуловое, как бы. И тут у меня тоже можно заварить что-нибудь, но тоже нафиг оно надо, если я фуловый, правильно? Так, ладно. Строитель, тут всё вот это тыкаем, чё можно улучшить. Кстати, чё это? А, понял. Кстати, целая куча у меня тортов тут выросла. Обалдеть, давай соберём и начнём что-нибудь улучшать. А вот фиг вам, не дождётесь. Я как был дисбалансером однопушечным, так и останусь. Угу. Так, ладно. Надо бы, я думаю, почистить базу. Я вообще зашёл на этот аккаунт в рейде проатаковать, а тут такое, я не могу это пропустить реально. Все, кто смотрел ролик где-то месяца два назад про автопрокачку, видели, что там её не было. А сейчас она появилась. И каким фигом, вы скажите мне, где тут ход атаки? Ход атаки нет, но ход обороны, кстати, частенько тут про... Ну вот, смотрите, пауза какая. Четыре дня, двадцать четыре. Где-то месяца полтора я не заходил на этот аккаунт. Я вообще не пойму, как работает автопрокачка. Абсолютно не знаю. Не пойму, вообще. Я знаю, что раньше она активировалась спустя три месяца. Но я же заходил на этот аккаунт не так давно, даже видео записывал на канале, есть. И я ничего не понимаю, господа, как это работает. Но пока в задаче у меня только убрать мусор. Я как понимаю, типа, всё закончилось, да. Нас больше ни о чём не проинформируют. Типа, мы, кстати, ещё задание какое-то прошли. 15 тысяч в сезонных испытаниях. Мы заработали 100 гемчиков. Хотя я на этом аккаунте не играл, как я мог заработать. И на ДСКе у нас тоже обучалок никаких не будет. Вот, кстати, странно. Типа, я отсутствовал очень долго. И, ну, условно говоря, не знаю, что такое деревня строителя новая. А тут, как это вообще, я не пойму. Как мне, кто объяснит, что за деревня строителя там новая? Никто, поэтому тоже. Вот это вот непонятно. Поэтому, да. Я бы с удовольствием бы ещё на деревне строителя свою базу бы снёс, так же, как и на основе. Ну и получается, что всё, что ли? То есть, типа, нас предупредили, что автопрокачка работала, но она не работала. И на этом всё. Ну, получается, что разработчики так ничего и не изменили в автопрокачке. А как же нас оповестить о столице? Или, когда я вступлю в клан, нас тогда оповестят о том, что есть столица? Ну, типа, человек, например, не заходил три года. Он, конечно же, рад о том, что ему кто-то что-то прокачивал тут. Но при этом надо же объяснить, что такое рейды там, например. Я не знаю. Это, как по мне, странно, но в то же время приятно. Особенно на этом аккаунте, где мне не прокачали абсолютно ничего. Не знаю даже, как подтвердить то, что я играл на этом аккаунте последний раз, ну, где-то месяца полтора назад. Скорее всего, только ролик на этом может указать. Но в целом уже не важно. Сам это прикол, что это реально рабочая автопрокачка на этом аккаунте. Я же в прошлый раз заявил, что автопрокачка на этом аккаунте больше работать не будет. Но, как видите, она включается, но при этом по-прежнему не работает, так как она тут попросту не нужна. И прокачивать, как вы понимаете, нечего. Ну, радует то, что автопрокачка сейчас не переходит на следующую ратушу. А то, представьте, автопрокачка у вас включит прокачку ТХ, апнет ее и все, дисбалансера больше не будет. Но, так как у меня не выставлена какая-то часть дефа, бот, который автопрокачирует это все, он не может себе позволить данное действие. В этом-то как раз-таки огромная польза. Ну, а так, я не знаю, что сегодня сделать на этом аккаунте. Еще, ну, как бы у меня 730 трофеев. Предлагаю пойти в глобал и посмотреть на таких же, как и я. На деревне строителя у меня, по-моему, тут дефолт паза просто. И, по сути, здесь сделать нечего, кроме как убрать мусор, заработать на этом гемов. Хотя гемов и так здесь достаточно. Ну, и при этом тратить их некуда. Трачу один гем, чтобы заработать один гем. Гениально просто. Поэтому предлагаю вам пойти в глобал и посмотреть, что тут творится. Кстати, бонус 4х после того, как ты не заходишь очень долго. Хотя и в игре там скоро бонус. Х2, по-моему, будет для всех, поэтому как-то пофиг. Но, че это вообще? Какого фига рашеры какие-то попадаются? Я, конечно, понимаю, что я рашер, но как бы не до такой же степени. И, кстати, 700 трофеев, а подбор такой прям, ну, долгий, я бы даже сказал, да. 700 трофеев это уровень ТХ-10, я хотел сказать. Ага. Ну, это ладно, девяточка была. Но, тем не менее, обратите внимание, практически все рашеры тут и собрались. В целом, это и есть как раз-таки рашерские кубки. Ну, либо кубки для ТХ-5, наверное, ТХ-6, где-то 700 кубков, да, сидят. Я уже, честно, не помню, потому что на ТХ-7 я сидел почти на 2000 трофеях, как бы пушил кубки, вы помните, наверное. Но рашеры тут как бы, да, есть. А вот дисбалансеров, ну, наверное, я не увижу сегодня. Так как в прошлый раз я тоже это заметил, что дисбалансеров стало, ну, можно сказать, вообще не стало. Так как я их и не заметил. Одного, по-моему, встретили мы максимум. И то я искал где-то подборов 50, по-моему. Кое-как одного дисбалансера встретили. И это был не ТХ-11, не однопушечный ТХ-11. Это была ТХ-8 и то с каким-то выставленным дефенсом. Так что это действительно на сегодняшний день самый редкий аккаунт, который есть в игре. И те аккаунты, которые с редким камнем, они даже уже и в подметки не годятся. Хотя тоже достаточно крутые. Но все равно ни одного, просто ни одного. Листаешь, листаешь и ни одного чувака с такой же прокачкой, однопушечный, либо просто какой-нибудь, я не знаю, инженер не попадается. Они все абсолютно рашеры. К сожалению, прошла-то эпоха и теперь реально этот аккаунт нельзя встретить. Ну или парочку их есть, но почему-то они мне не попадаются. Возможно, вам попадались. Также напишите в комментарии. Давайте закидаем мой мегамикс в одно место. Ну и просто заберем эту красивую базу в виде меча. Так, ладно, бомбаков тоже давайте зафигачим. Вот это, вот это все прожмем, вот это закинем. Да, даже банки, мне кажется, бессмысленно куда-то чего-то накидывать. Просто зачем? Кстати, центр можно вот так, смотрите. Оп, проломить секцию, тупо в центр меча зафигачить. Прям в сердце, можно сказать. Да, это, конечно, супер-мега интересная атака. Это и так понятно. Но вообще, если даже и записывать на ТХ-11 какие-то интересные миксы, атаки, то это явно делать нужно не на этих трофеях. Так как, если найти хорошую прокачку, нужно поднять хотя бы тысячу трофеев и искать на, ну, 1800, там, ну, в золоте первом получается. Либо уже хрусталяпать. ТХ-11 все-таки это средняя ратуша. И не важно, что у меня такая прокачка. Поэтому кубки тут нужно поднять, чтобы искать нормального соперника. Но, естественно, кому это надо, правильно, да? Я на этот аккаунт зашел, проатаковал в рейдах. А, кстати, в рейдах проатаковал. Я же сделал всего две атаки, поэтому погнали. Сейчас быстренько проатакуем драконь и утесы за две атаки. Как я сказал в прошлом видео, что этот район сейчас также возможно взять за две атаки. И я возьму его за две атаки, потому что ничего не изменилось. Прошлое видео я записывал о том, что разработчики фиксанули баланс. Но по факту они его не фиксанули. И все осталось по-прежнему так же. Миксец у меня готов, поэтому, господа, нажимаем кнопочку в бой. Есть у нас вот такая вот базенка. Смотрите. Закинем вот сюда, наверное, кладбище. Вот сюда накинем. И вот сюда накинем. После этого действия проломим вот здесь секцию. Вот здесь секцию. Так, мы не проломили там секцию. Ну ладно, ладно. Проломим в следующий раз. Правильно, правильно. Закидываем вот это добро вот этом. И пытаемся еще пробить вот здесь, кстати, секцию. А нам так-то надо еще и вот сюда отвлекаться. Правильно? Давайте еще вот так тогда сделаем. Тут вот это накинем. Одного пламяча накинем. Ну и варварянцев, я думаю, чтобы забрать ПВОшечки. Правильно, правильно. Окей, ушки. А что у нас тут происходит-то неприятность какая-то? Вообще прям что за дыч? Я не понял. Давайте тогда ракеточку сюда еще подбавим одну. И будем устремляться уже ко второму дракону, которого нам также нужно благополучно снести, господа. Угу. Но получится ли это благополучно сделать? Как вы считаете? Я считаю, что нет. Потому что что-то как-то у нас быстро воздух весь погибает. Есть парочка пламячей. Ну, по-моему, эти пламячи, как сыр плавыч, вообще нифига ни на что не способны. Но попытаться можно забрать. Закидываем сюда плавыча. В скором времени закинем вот сюда плавыча. Хотя надо было его в роли танка, наверное, да, использовать. И да, смотрите, остается всего три плавыча. Варвары какие-то. И все. Скорее всего, эти плавычи нифига никак не смогут подействовать на эту базу. И это опять что ли 97% будет? Что за дичь? Просто две атаки почти прям на добиве были. Или что? Или как? Пожалуйста! Просто! Просто 5 миллиметров хп осталось у данного варвара. Он сейчас забьет у нас заборинку. Заберет пвошку. И это будет драконь и утеса за две атаки. Я, кстати, практически никогда не сносил их за две атаки. Так как скилла такого не имею. Ну, а тут у нас есть запас времени. Есть целая куча юнитов. Да, один варвар. Но, тем не менее, я же затащил. И это реально круто. В общем-то, друзья, это опровержение тому ролику, где я сказал, что автопрокачка на дисбалансере не работает. Она работает! И я, честно, вот сейчас в шоке. Я бы просто так не записывал это видео. Ну и... Все. Как бы это ответ на тот вопрос или ответ на тот ролик. Но, тем не менее, этот аккаут на сегодняшний день просто легенда. Да, легенда, которая нигде и никому не нужна. Но это легенда. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok